МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 22 мая 1945 года на стол премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля положили только что разработанный военный план. Кроме премьера, о нем знали всего лишь несколько человек. План предусматривал возможность начала войны против Советского Союза всего лишь через 38 дней, 1 июля. Причем на стороне англичан и американцев против Красной Армии должны были выступить сдавшиеся в плен части вермахта. По инициативе Черчилля план получил кодовое название «Операция немыслимая». Оно весьма точно отражало суть этого плана, который выглядел настолько невероятно, что один из британских генералов, когда о нем узнал, просто не поверил в его существование. Больше 50 лет британские власти категорически отрицали сам факт существования плана войны с Советским Союзом. Только в 1998 году документы по операции «Немыслимая» были рассекречены. Но летом 45-го года поверить в то, что в Лондоне собирались воевать против Советского Союза, да еще с привлечением немцев, было действительно сложно. Ведь совсем недавно СССР и Великобритания сражались вместе против нацистской Германии. Да и после победы между ними сохранились вполне дружеские отношения. В сентябре 45-го года в Берлине прошел даже совместный парад по случаю победы во Второй мировой войне, в котором участвовали советские, британские, американские и французские военные. Что любопытно, долгие годы, об этом важном и символическом событии предпочитали не упоминать ни на Западе, ни на Востоке. Парад 7 сентября в Берлине был на долгие годы забыт и остался эдаким белым пятном истории. Все прекрасно знают о параде победы, который прошел на Красной площади 24 июня 45-го года. А вот парад в Берлине часто называют забытым парадом победы. Но почему его надолго забыли, как на Западе, так и на Востоке? Чем он отличался от московского? Какие политические интриги окружали его проведение? И, наконец, правда ли, что в ответ на разработку операции «Немыслимая» Сталин преподнес западным союзникам в Берлине настолько неприятный для них сюрприз, что они были вынуждены пересматривать свои планы войны против Советского Союза? Давайте разбираться во всем этом вместе. Смотрите прямо сейчас. Неизвестные подробности двух парадов победы. Их разработали специально для парада победы. Посмотрите, какое шитье на рукавах и на воротнике. Что за сюрприз приготовил Сталин для союзников на параде в Берлине? Очевидцы говорят, что зрителей буквально отшатнуло от дороги. И почему кадры кинохроники о параде победы в Берлине несколько десятилетий пролежали на полках закрытых архивов? Парад победы в Берлине был назначен на 7 сентября 1945 года. Его планировалось провести в самом центре города, рядом с Бранденбургскими воротами и Рейхстагом. То есть в том самом месте, где Красной Армии сдались последней части немецкого гарнизона, который капитулировал 2 мая. Центральную улицу, поверженной немецкой столицей, именно по ней должны были пройти войска союзников, украсили гирляндами и государственными флагами, держав победительниц. На обочине построили трибуны для гостей. Вдоль улицы собрались и тысячи немцев, которые тоже пришли посмотреть на парад победителей. Это уникальные кадры кинохроники, снятые в тот день. Войска союзников, которые участвовали в параде, начали построение еще рано утром. В Берлине стояла по-летнему жаркая погода. Парад должен был начаться в 11 часов утра. К этому времени уже нещадно палило солнце. Многие солдаты и офицеры попросту изнемогали от жары. Такая жара, что от нас под градом шла. Мы все в касках, да эти еще шинели, такие закутки с винтовками. Жара была невыносимая. Около 11 часов утра появился автомобиль, в котором находился маршал Советского Союза Георгий Жуков. Он должен был принимать парад. А командовал им английский генерал Нейрс. На этих кадрах видно, как подъезжают на открытом автомобиле наш маршал Георгий Константинович Жуков и Нейрс к трибуне, построенный специально для гостей этого парада. И можно обратить внимание, как эта трибуна декорирована. Она украшена изображениями флагов союзных держав Советского Союза, Великобритании, Франции, Соединенных Штатов. Несмотря на взаимные знаки внимания и не по-осеннему берлинскую жару, между недавними союзниками в войне с Гитлером уже отчетливо чувствовался наступающий холод. И это не могло не отразиться на параде в Берлине. Идея проведения совместного парада в Берлине возникла у советской страны. В Москве считали, что он должен поставить яркую точку во Второй мировой войне. На Западе с этим согласились. Но международная обстановка менялась так быстро, что из символа общей победы парад буквально на глазах превращался в предвестника новой бури. Сталину уже доложили о коварном плане нападения. И он подготовил для неверных союзников неприятный сюрприз, который он хотел преподнести именно на параде в Берлине. Проведение будущего парада победы обсуждалось в Кремле еще ранней весной 1945 года. Но до детальной проработки его сценария дело не доходило. Тогда еще стояла куда более важная задача – разгром Германии. В первые послевоенные дни к идее парада вернулись. На самом деле первый парад по случаю разгрома Германии состоялся еще 4 мая 1945 года. Всего лишь через два дня после взятия столицы Третьего Рейха. До победы, до окончательного разгрома Германии оставалось еще 5 дней. От этого парада осталось всего лишь несколько фотографий. 4 мая мимо Бранденбургских ворот и разрушенного Рейхстага прошли смертельно уставшие фронтовики. В тех же самых касках и гимнастерках, в которых они участвовали в боях. Было просто видно, что там все устали от войны, потому что там даже лошади падали на парад, потому что действительно, сам понятно, сколько силы это требовало для Красной Армии, чтобы в конце концов пойти до Берлина и там сделать парад. Тот первый парад в Берлине проходил, когда еще не был подписан акт о капитуляции Германии. И самое главное, советский народ его не увидел, а Сталину нужен был грандиозный символ победы в тяжелейшей войне. Эта масштабная особая церемония должна была пройти в Москве и навсегда остаться в истории и памяти людской. 24 мая 1945 года в 8 часов вечера в Кремле начался торжественный прием. Его давали в честь командующих войсками Красной Армии. В Большом Георгиевском зале Кремля собралось около тысячи гостей. Именно на этом приеме Сталин впервые озвучил идею провести парад в честь победы над Германией на Красной площади. Подготовка парада была поручена Генеральному штабу. Провели расчеты, как, что. Получалось, что провести парад можно не раньше, чем через два месяца. Но такое предложение Сталин отверг. Он сам назначил дату парада на 24 июня 1945 года. Она считалась совершенно секретной. Только 22 июня в газетах был напечатан приказ Сталина номер 370 о том, что парад состоится через два дня на Красной площади. К 10 часам утра, 24 июня, сводные полки участников парада заняли свои места на Красной площади и прилегающих к ней улицах. 24 июня 1945 года здесь, у стен Седого Кремля, встречала страна своих сыновей, вернувшихся с победой. Героев беспримерных сражений на всех фронтах Отечественной войны от Баренцева до Черного моря. По Красной площади должны были пройти больше 36 тысяч человек. Среди них 2809 офицеров, 249 генералов и 24 маршала. В военный оркестр входили 1400 музыкантов и дирижеров. Многие из участников парада прошли всю войну. Среди тех, кто прошел в тот день по Красной площади, был и мой дядя, штурман, бомбардировщик, герой Советского Союза майор Александр Медведев. Он начал войну в 41-м под Брестом. Участвовал в битве под Москвой, сражался на Курской дуге, а закончил воевать в Восточной Пруссии. Был ранен, несколько раз его сбивали. Однажды пришлось раненым добираться через тылы немцев до своих и переходить линию фронта. Он мне говорил, что парад Победы в Москве – одно из самых ярких его воспоминаний. Жалко только, что погода была нелетная. И пролет самолетов отменили. Дождь зарядил с самого утра. Офицеры и генералы были одеты в новые мундиры, которые в Красной армии и вообще в стране никто раньше не видел. Для старших офицеров было пошито обмундирование по образцу парадных мундиров, которые носила еще и императорская армия. Это были мундиры цвета морской волны. Именно с этого дня новые мундиры стали традиционной парадной формой офицеров Советской армии. Вот так, например, выглядел мундир маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. Посмотрите, какое шитье на рукавах и на воротнике. Дело в том, что генеральский или маршаловский мундир, он двубортный. Если вот награды снять, то они будут ряды пуговиц на одинаковом расстоянии. И награды размещать так удобнее. Необычно были одеты на параде и танкисты. Шлемофоны, черные танковые комбинезоны, но с погонами, знаками различия и боевыми наградами. Так в Красной армии их не носили никогда. Это было сделано специально для того, чтобы на прохождении войск именно подчеркнуть, что это проходят танковые войска, которые приняли на себя тяжесть боев Великой Отечественной войны и огромные потери понесли в ней. 9 часов 55 минут утра. На трибуне мавзолея товарищ Сталин, руководители партии и правительства Советского Союза. По идее, именно Сталин, как верховный главнокомандующий, и должен был принимать парад победы. Но в итоге он наблюдал за ним с трибуны мавзолея. Почему Сталин не принимал парад? Это осталось одной из загадок. Как вспоминал маршал Жуков, накануне Сталин сказал ему, что слишком стар для этого. Действительно, по сценарию, принимающий парад победы должен был объезжать войска верхом. Говорят, что Сталин даже попробовал проехать на лошади в Манеже, но упал. Сталину предлагали изменить сценарий парада и сделать так, чтобы он принимал его в открытом автомобиле. Но и на это он не согласился. Вождь прекрасно понимал, что белый конь – это один из символов победы. И поэтому принимающий парад победителей должен въехать на Красную площадь именно на белом коне. Сталин приказал принимать парад маршалу Жукову, а командовать парадом – маршалу Рокоссовскому. Помимо боевых заслуг полководцев, на этот выбор повлияла и их военная специальность. Оба они были кавалеристами. Ровно в 10 часов утра маршал Жуков и его адъютант выехали верхом на белых конях из пасских ворот Кремля. На вороных конях их встретил маршал Рокоссовский с адъютантом. После рапорта они начали объезд войск. Выезд принимающего парад был рассчитан буквально по секундам и должен был составить 50 секунд. Рапорт командующего парадом – 20 секунд. Точный хронометраж каждого эпизода церемонии приводился в этом некогда совершенно секретном документе. Объезд войск, принимающим парад – 15 минут. Праздничная речь маршала Жукова – 10 минут. Салют – 3 минуты. Это время соблюдалось неукоснительно. Приняв парад, Жуков выступил с мавзолея с торжественной речью. В архивах сохранился еще один совершенно секретный документ. Это черновик речи Жукова с пометками, как надо произносить тот или иной фрагмент. Кто-то давал маршалу советы по ораторскому искусству – громче, шире, торжественнее, тише, суровее. По одной из версий, этим человеком был знаменитый диктор Юрий Левитан. Так или иначе, но маршал явно старался следовать этим указаниям. Фашистская Германия повержена в прах. Ее чудовищная военная машина разрушена. Преступное гитмерское правительство уничтожено. Очаг немецко-фашистской агрессии в Европе ликвидирован. Слава великому саранскому народу, народу-победителю! Ура! После выступлений Жукова и артиллерийского салюта началось прохождение войск по Красной площади. Даже по кадрам хроники в глаза бросаются беспрецедентные масштабы церемонии. Это был самый большой парад из всех тех, что когда-либо проводился на Красной площади. И все, даже самые мелкие его детали, должны были подчеркивать небывалую торжественность происходящего. В Берлине на параде победы все будет по-другому. В Берлине маршал Жуков тоже обратился к войскам с речью. Но она была уже не настолько эмоциональной, как в Москве. Жуков сказал, что люди всего мира будут благодарны армиям союзников за победу над фашизмом. Он закончил свое выступление словами «Да здравствует наша общая победа!» Маршала синхронно переводили на английский и французский языки. Ну а британская радиокомпания BBC передавала ее прямо в эфир. На трибуне даже хорошо виден ее фирменный микрофон. Это право англичане получили, потому что парад проводился в британском секторе оккупации Берлина. Берлинский парад был явно скромнее московского. В нем приняли участие около пяти тысяч человек. Открыла его советская пехота. Около двух тысяч солдат и офицеров сводного полка 5-й ударной гвардейской армии. Командовал полком герой Советского Союза подполковник Георгий Ленев, участник парада победы в Москве. Специальные формы для всех участников парада в Берлине не шили. Только для некоторых из них. Возглавляли колонну советских солдат и офицеров знаменосцы. За пехотой Красной армии прошли французы. В том числе партизаны и чернокожие представители колониальных войск. Американцы удивили советских солдат своим странным строевым шагом. Им показалось, что они вели себя на параде, как на прогулке. Но наибольшее любопытство вызвал шотландский оркестр волынщиков. Он маршировал в рядах британских войск в своих традиционных юбках-килтах. Это было забавно. Рост одного парня в юбочках выше колен. И запомнились волосатые ноги. Правда, не грязные. Но это забавно. Юбки выше колен у этих ребят. Ребята роста по метр 80, специально подобранные. С волонками, как-то не дудили волонками. Это вызвало юм у наших солдат. Но у меня очень неудобно, с кем мы же были на работе. Парад союзников в Берлине 7 сентября 1945 года смотрели и больше 20 тысяч немцев. Настроение у многих из них было далеко не самым радостным. Некоторые немцы плакали. Но не понимаете, что разом. Им кричали «Победа, победа!», а вот финал войны. И такие, видимо, из тех, которые мечтали о победе, плакали. Обстановка, в которой проходил Берлинский парад победы, резко отличалась от того, что происходило на Красной площади. И вообще в Москве 24 июня 1945 года. Там царила атмосфера настоящего счастья и самых радостных надежд. Отбор участников московского парада был гораздо более тщательным, чем в Берлине. Главными кандидатами становились герои Советского Союза, кавалеры Орденов Славы и других боевых наград. Внешние данные тоже имели значение. Старались отбирать солдат ростом не ниже 170 сантиметров. И в возрасте не более 30 лет. Но часто приходилось делать исключения. Герой Советского Союза, бронебойщик Сабир Ахтямов прошел по Красной площади. Хотя по своему росту он явно не дотягивал до норматива. В нем было всего метр шестьдесят пять. Сначала его не взяли из-за маленького роста. А он начал возмущаться. Как так? Как танки сжечь, так рост нормальный. А как на парад, так не подхожу. И этот аргумент в конце концов сработал. К тому же Ахтямов был героем Советского Союза. И он принял участие в параде победы. По Красной площади прошли 12 сводных полков. Десять от фронтов, полк военных моряков и полк наркомата обороны. Возглавляли полки, командующие фронтами, их заместители и политработники. Они шли с шашками на голову. Во главе колонны полка 4-го Украинского фронта шел и заместитель командира полка по политической части генерал-майор Леонид Брежнев. Будущий и многолетний руководитель СССР. Перед каждым из полков несли штандарт фронта. Специально к параду их изготовили в мастерских Большого театра. Нужно сказать, что сами по себе они довольно тяжелые. Где-то порядка 10-12 килограмм. Плюс тому в день парада шел дождь довольно сильный. Знаменосам, которые их несли, было им очень непросто. Нужно было иметь значительную физическую силу, чтобы задачу выполнить. А эти кадры облетели весь мир. Момент, когда советские солдаты начали бросать к подножью мавзолея «Трофейные немецкие знамена и штандарты» стал одним из самых впечатляющих эпизодов парада. Трофейные знамена к мавзолею бросали солдаты и сержанты дивизии НКВД имени Дзержинского. Церемония проходила под барабанную дробь 80 барабанов. Здесь представлены знамена и штандарты только боевых частей нацистской Германии. Ну вот, наиболее интересный штандарт дивизии Адольф Гитлер. Это подлинник, который был брошен мавзолеем. Лейб-штандарт 1-й танковой дивизии СС Адольф Гитлер бросал старший сержант Федор Легкошкур. Хотя сначала он наотрез отказался это делать. Он говорил, что ему противно даже прикасаться к фашистскому символу. И он категорически отказался, как он сказал, брать в руки эту гадость и пачкать им в нее руки. Офицерам даже пришлось провести с ним отдельную политико-разъяснительную работу. Всего к подножью мавзолея было брошено 200 немецких знамен, флагов и штандартов. Существует легенда, но для того, чтобы не осквернять священный камень Красной площади, нацистские знамена бросали на специальный деревянный помост, который потом был сожжен. Однако на этих кадрах хорошо видно, что их бросают просто на ступень у подножия мавзолея. На каменную ступень никакого помоста здесь нет. Проливной дождь заставил отказаться от пролетов самолетов над Красной площадью. Отменили также праздничную демонстрацию жителей Москвы. Но, несмотря на дождь, весь день работал установленный на лобном месте огромный фонтан. Но только в тот день. Потом в Кремле устроили прием для его участников. На нем Сталин подошел к группе летчиков и вдруг неожиданно обратился к моему дяде, майору Александру Медведеву, чей мундир украшали ордена и медали. Он сказал, хочу сделать выговор вашей матери, что она родила вас такого, с узкой груди. Ордена не помещаются. Ну, дядя Саша отнюдь не маленького роста, под метр девяносто, что называется, касая сажей в плечах. Но он смутился и не знал, что ответить вождю на эту грубоватую шутку. Потом он остался в авиации, закончил две академии, дослужился до звания генерал-полковника и стал первым заместителем начальника главного штаба военно-воздушных сил Советского Союза. Парад продолжался 2 часа 9 минут и 10 секунд. Большую его часть занял марш пехоты – 36 минут. Коннице отводилось 4 минуты, артиллерии – 29, а бронетехники – 21 минута. Иностранные военные, которые присутствовали в тот день на параде, внимательно рассматривали и фотографировали боевую технику. Но в тот день ничего интересного для себя они не увидели. И это не случайно. Новой боевой техники на параде в Москве не показали. Только ту, которая участвовала в войне, только ту, которая громила врага. И этим московский парад принципиально отличался от того, что состоялся в Берлине в сентябре 1945-го. Грандиозная церемония на Красной площади осталась в истории как яркий символ победы в Великой Отечественной войне. Но Вторая мировая война еще продолжалась. На Дальнем Востоке Япония вела ожесточенные бои с союзниками СССР. США и Великобритания. Москва обещала помочь союзникам. И 9 августа 1945-го года СССР объявил Японии войну. 2 сентября 1945-го года Япония капитулировала. Вторая мировая война закончилась. Совместный парад союзников мог бы поставить в ней символическую точку. По одной версии, автором идеи парада в Берлине был маршал Жуков. По другой – сам Сталин. Хотя по своему размаху и политической значимости эта церемония вряд ли могла превзойти московскую. На параде в Берлине, к примеру, изначально не планировалось присутствие глав государств. Парад в Москве гораздо важнее, гораздо эффектнее. И самый, скажем так, минус, наверное, не был, что сам Сталин не предсуствовал. Если Сталин сам решил приехать в Берлин и там принимать парад, тогда было бы, наверное, другое дело. Но парад в Берлине все равно имел бы высокий военный и политический статус. Его должны были принимать все главнокомандующие силами союзников в Европе. Маршал Жуков, американский генерал Эйзенхауэр, британский фельдмаршал Монтгомери и французский генерал Дето Синьи. Сначала они дали свое согласие, но потом вдруг произошло то, чего не ожидал никто. Еще весной 1945 года союзники разделили поверженную Германию на четыре зоны оккупации. На такие же сектора разделили и Берлин. Отношения между победителями пока еще оставались внешне теплыми, хотя в них начинали возникать первые трещины. В Лондоне еще с апреля 1945 года разрабатывали план будущей войны против Советского Союза, которая должна начаться сразу после разгрома Германии. План получил кодовое название «Немыслимые». В марте 1945 года Черчилль приказал тайно создавать склады трофейного немецкого оружия, а пленных немцев размещать в лагерях, сохраняя организацию их военных частей и командные кадры. Немцы, хотя и без оружия, по-прежнему занимались в плену военной подготовкой. По плану операции «Немыслимые» в нужный момент англичанам оставалось только вооружить их, сохраненных на складах оружием, и двинуть на восток. Документы об этой операции были рассекречены только в 1998 году и переданы в Британский национальный архив. Вот так выглядят оригиналы этих документов по операции «Немыслимые». Из них следует, что в наступлении против СССР планировалось использовать до 15 немецких дивизий и польские корпуса, а основные силы должны были составить британские и американские войска. Главные удары наносились бы в направлении Северной и Южной Польши. Расчет строился на том, что сразу после окончания войны советские войска, участвовавшие в разгроме Германии, будут истощены, боевая техника будет изношена. Весь план операции «Немыслимые» был построен на неожиданном ударе и молниеносном разгроме Красной Армии в Европе. Когда 24 июня 1945 года в Москве проходил парад победы, до начала англо-американского наступления против Советского Союза с участием немецких войск, согласно плану операции «Немыслимые», оставалась всего неделя. Почему же эта операция так и не состоялась? По одной из версий, наша разведка быстро узнала об этих планах. Их передали в Москву советские агенты в Англии, которые вошли в историю под названием «Кембриджская пятерка». После этого маршал Жуков по приказу Сталина в июне 1945 года произвел демонстративное усиление и перегруппировку советских войск в Восточной Германии. Опытным военным и разведчикам было понятно. Эти действия показывают, что Красная Армия находится в полной боевой готовности, и Блицкрига против нее не получится. Сыграло свою роль и то, что американцы не поддержали сроки наступления против СССР. Они еще рассчитывали на советскую помощь в разгроме Японии. Но в Москве по-прежнему получали информацию о новых западных планах подготовки войны против Советского Союза. Президент США Гарри Трумэн, например, не скрывал, что появившаяся в Америке атомная бомба будет средством устрашения СССР. А американский генерал Паттон прямо заявлял, что готов двинуть свои танки до Сталинграда и закончить войну там, где ее не смог закончить Гитлер. Стревожило советское руководство и неожиданные изменения западной позиции по проведению Парада Победы в Берлине. Когда дело дошло до исполнения, все главнокомандующие, сославшись на свою занятость, отказались принимать участие, послали своих представителей. В Москве сразу увидели в этом отказе политическую демонстрацию. Она могла быть первым признаком последующих, более серьезных действий против СССР. Маршал Жуков позвонил Сталину и предложил вообще отменить парад. Но тот, заметив, что союзники не хотят лишний раз подчеркивать роль Советского Союза в победе, приказал все-таки парад проводить. Когда Жуков доложил о том, что так и так ситуация такая, что никого из командующих, главнокомандующих не будет, Сталин сказал, что ничего, принимай сам, мы это заслужили больше, чем о нем. Сталин решил использовать парад в Берлине еще и для того, чтобы преподнести союзникам весьма неожиданный сюрприз. Он должен был стать предупреждением. Операция «Немыслимая» ничем хорошим для западных союзников не закончится. Операция «Немыслимая» была рассекречена. Конечно, она к июню-то уже, в общем, не могла состояться. Но, тем не менее, было ясно, что это не последняя такая идея у Великобритании. И тогда было принято Сталином очень неординарное решение. Но что же за сюрприз готовил Сталин? В начале сентября 1945 года советскую границу пересек таинственный эшелон. Он шел на запад. Его груз был скрыт под толстыми чехлами. Точка назначения эшелона была неизвестна никому во избежание террористических подрывов или действий. Вскоре эшелон разгрузился в Берлине. Британские и американские разведчики сообщали, что в советском секторе происходит что-то необычное. Войска по ночам оцепляют центр города, а из-за этого оцепления слышится мощный рев моторов. Они предположили, что русские испытывают какое-то новое оружие. Берлин. 7 сентября 1945 года. После пехоты пошла боевая техника. Парад открыли англичане. Мимо трибуны с маршалом Жуковым и генералами союзных войск прошли 24 танка А-35 «Комета» и около 30 самоходных орудий и бронемашин. Французы использовали американскую бронетехнику. Американцы к концу войны имели мощные бронетанковые силы. Но в Берлине выступили весьма скромно. Они выставили 32 легких танка М-24 «Чаффи» и 16 бронемашин. Завершала парад советская боевая техника. То, что произошло дальше, потрясло всех, кто наблюдал за Берлинским парадом. Позже очевидцы описывали свои ощущения. Неожиданно раздался какой-то странный гул. За годы войны многие привыкли к шуму моторов танков и другой техники. Но такого еще не слышали никогда. Гул становился все сильнее. И вскоре на магистраль перед трибунами выползли какие-то необычные боевые машины. Они были похожи на бронированных монстров. Один из немцев, из тех, кто наблюдал за парадом, позже вспоминал, что даже на первый взгляд они внушали страх. И многие не могли произнести ни слова. И просто провожали их взгляды. Это и был тот самый сюрприз Сталина. В центре Берлина появились 52 новейших тяжелых советских танка ИС-3. Очевидцы говорят, что зрителей буквально отшатнуло от дороги, когда на нее с ревом, грохотом и сизым выхлопом выкатились тяжелые танки ИС-3. Эти танки не участвовали в войне. Сверхсекретные машины на берлинском параде впервые демонстрировались открыто. Это к 45-му году венец танкостроения Советского Союза. Конечно, это был танк, во-первых, для своего времени прорывной танк прорыва, мощный танк. Во-вторых, он не имел просто аналогов ни в одной армии мира. Они действительно были похожи на каких-то бронированных чудовищ. Приземистые, подвижные, с мощной 122-мм пушкой, и зенитным пулеметом, мощной броней и необычными очертаниями корпуса и башни, которые еще больше усиливали их неуязвимость. О том, какое значение в Москве придавали демонстрации этих танков на параде союзников, говорит тот факт, что в Берлин направили половину всех ИС-3, которые к тому моменту имелись в Красной Армии. Производство танков было начато фактически в мае месяце 1945 года. И к сентябрю было создано чуть больше 100 единиц бронетехники танков ИС-3. В частности, 52 из них были направлены в Берлин. На фоне бронетехники союзников тяжелые, мощные ИСы выглядели настоящим супероружием будущего. Советские офицеры, видимо, по приказу свыше, охотно поясняли своим западным коллегам. Название танка ИС означает «Иосиф Сталин». Это придавало зрелищу еще и дополнительный подтекст. По легенде, стоявшему на трибуне рядом с Жуковым американскому генералу Паттону, тому самому, который выражал готовность двинуть свои танки до Сталинграда, даже пришлось успокаивать одного из своих помощников. Тот был настолько поражен видом новых советских машин, что Паттон ему сказал «Да не бойся, они пока за нас». После парада в Берлине Жуков направил донесение Сталина. Он указал, что солдаты и офицеры Красной Армии выглядели лучше союзников. Маршал отметил и высокую боеспособность бронетанковых сил США, но подчеркнул, что впечатление от советских танков полностью затмило достоинство американцев. И это было чистой правдой. Конечно, о тех чувствах шока и удивления, которые испытали западные военные на параде, им вспоминать было неприятно. Вскоре между Москвой и Западом началась уже полномасштабная холодная война. Сначала о параде победы в Берлине хотели сделать полнометражный документальный фильм. Однако изменение международной обстановки внесло в эти планы радикальные коррективы. Советское руководство не хотело лишний раз акцентировать внимание на участие союзников совместно с нами во Второй мировой войне, на их нашей помощи нам в годы Великой Отечественной. Начавшаяся холодная война превратила Берлинский парад в одно из белых пятен истории. Конечно, по своему размаху он никак не мог сравниться с парадом победы в Москве. Но забытый парад союзников по Второй мировой войне сыграл очень важную роль. Парад в Берлине показал, что несмотря на тяжелейшую войну, Красная Армия остается самой сильной и боеспособной армией в мире. И что в случае войны сдержать ее будет почти невозможно. Появление в Берлине новейших советских танков заставило западные страны гораздо более серьезно оценить советский военный потенциал и пересмотреть многие из своих наступательных планов против СССР. И на Западе прекрасно поняли и по достоинству оценили этот танковый сюрприз Сталина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok